Здравствуйте! В эфире программа «Агрокурьер». Смотрите сегодня в нашем выпуске. ФАПы и спортплощадки в каждое село. Не просто лозунг, а реальные дела по программе развития сельских территорий увидели жители Нефтегорского и Красноярского районов. Зимняя пахота. В Приворском районе вспомнили старый агротехнический прием для сохранения в почве влаги. Свои люди разовьемся. Семья фермеров из Сыжинского района восстановила производство бывшего колхоза. Комната для отдыха и даже банальная душевая с туалетом. Долгое время оказались медперсоналу и жителям села Покровка Нефтегорского района некой фантастикой. Пока ФАП находился в здании сельского ДК. Вопрос не раз поднимали на сходах и в прошлом году лед тронулся. По специальной программе Ментельхоза России устойчивое развитие сельских территорий из бюджета всех уровней выделили средства на возведение нового модуля. Большой кабинет приема, отдельный процедурный кабинет, санитарная комната. Более тысячи сельчан теперь могут рассчитывать на своевременную и качественную помощь. Я думаю, что все это направлено, чтобы лучше, более благоприятно обслуживать население, вести профилактическую работу населения. Конечно, в таких кабинетах удобнее будет проводить прием детей в отдельном кабинете, прием женщин и вести процедуры в другом кабинете, более комфортном. Все имущество из бывшего помещения в новый ФАП перевезут на днях. На следующей неделе он начнет прием. Ближе к лету областной Минздрав поставит новое оборудование. Тогда же начнут работы новые медпункты и в других селах района. Мы очень признательны и Министерству сельского хозяйства, и Министерству здравоохранения в части того, что вот эта программа, которая начала свою реализацию в 2013 году, она продолжается и будет продолжаться. В нашем районе такой же аналогичный ФАП мы где-то через месяц откроем в селе Верхняя Домашка. На этот год запланировано строительство фельдшерского пункта в рамках этой же программы в селе Корнеевка Алексеевского района. То есть это работа на дальнюю перспективу, и я думаю, что она принесет свой должный эффект. Новые возможности благодаря реализации программы появились и у школьников Красноярского района. В селе Шелан появился универсальный спортивный объект. Площадку многие годы на полную не использовали. Обходились большим футбольным полем за селом. Просьбы сделать занятия спортом более доступными были услышаны в конце прошлого года. В настоящее время вы видите, здесь залит лед, ледовая площадка. То есть хоккеисты, пожалуйста, добро пожаловать, мы играем, катаемся, фигурное катание. Дети очень любят заниматься, вечерами здесь всегда много народу. В летнее время здесь у нас будут стоять ворота для мини-футбола, волейбольные стойки, волейбольная площадка и баскетбольные стойки. То есть для игры в баскетбол. Ну, наша школа традиционно занимает первые места в районе по волейболу, значит, поэтому как бы нам эта площадка очень и очень. Площадка стала центром протяжения всей школьной детворы уже с первых минут после открытия. Раньше площадки не было, мы как бы не зациклились на хоккее, иногда, как в зимнее время, правда, учистили каток, играли. А вот площадку построили, народ приходит, играем, делимся на команды. Но сначала тренируемся, постепенно, постепенно, и человек больше приходит и приобретает коньки, клюшки. И интереснее, интереснее становится все. Эффект от действия программы устойчивого развития сельских территорий – это строительство в 2014 году восьми фельдшерских пунктов, 14 универсальных спортплощадок, ввод в эксплуатацию более 60 километров, вода и газопроводов. Если два года назад мы только приступали к строительству ФАПов, то уже с 15-16 года будет проектирование строительства учебных заведений, школ, клубов. С 15-го года строительство дорог уже включено в программу, и эта программа, она дальше будет расширять свою наполняемость. И не случайно, наверное, помните, в послании губернатора было сказано и в выступлении Николая Ивановича на госсовете по устойчивому развитию сельских территорий о том, что нельзя развивать без производства, если не будет комфортного проживания на селе. На этот год финансирование программы увеличат, что напрямую повлияет на социальный облик села. Необычное явление происходит сейчас на полях Приволжского района. Местные аграрии выпустили на угодье сельхозтехнику, но вовсе не для того, чтобы раньше времени провести посевную. Зима, как известно, время, когда аграрии только готовятся к грядущим жарким будням. Пока поля отдыхают под снегом, в ангарах подковывают стальных коней. В Приволжском же районе технику уже выпустили на волю. Этот трактор словно ледокол врезается в снежную гладь и оставляет после себя ряды торосов. По науке это называется снегозадержание. Старый агротехнический прием, который вспомнили сельхозпредприятий неспроста. Основная масса осадков в последнее время выпадает в осенний-зимний период. На весну аграрии уже и не рассчитывают. Все чаще она приходит сухой, засушливой гримасой. Вот и решили заготовить влагу впрок до календарного начала посевной. После зимы наступает сразу жаркое лето. Поэтому в 2014 году у нас в мае наступило сразу лето. Поэтому достаточно жесткие были условия посевной. Когда температуру превышали, доходили до 30 градусов тепла. Поэтому влага моментально улетучилась. Поэтому я считаю, что вот этим мероприятием мы сумеем накопить достаточное количество влаги и сохранить для будущего урожая. Вдобавок сам массив требует накопления снега. Более двух тысяч гектаров в прямом смысле стоят обнаженными. В округе нет ограждающих лесных полос. И ветер по-хозяйски выдувает ценные осадки с полей. Снегозадержание проверены и надежный способ сохранить и увеличить запасы влаги. Мы запустили кировец со снегопахом. Делаем борозды. В связи с этим не так много времени осталось. Я думаю, что снега накопим где-то... Высота снежного покрова будет от 40 до 50 сантиметров. Что позволит нам получить более высокий результат, чем в 2013-2014 годах. Также хотим мы провести снегозадержание на орошаемых участках. Для чего? Чтобы накопить влагу и оттянуть срок полива. Тем самым сэкономить электроэнергию. Трактор со снегопахом образует высокие снежные валы. Нарезают их поперек розы господствующих ветров. Почва под глубоким снеговым покровом меньше промерзает. И весной талые воды смогут легче в нее проникнуть. Хотя в самом процессе не обходится без сбоев. Ветра были, маленький снег, ветер с песком, снизу твердый снег. Он клин запрыгивает, трактор проваливается. Так что не везде гладко. Поле – это не бильярдный стол. Есть долг, есть бугор. Весной на этих полях посеют подсолнечник, сою и ячмень. Все затраты на этот прием окупятся урожайностью. По данным ученых, заряженная влагой почва может дать на 6-8 центнеров продукции больше. Горячий хлеб из поселка Береговой не успевает остыть. Ежедневно он моментально раскупается жителями почти во всех селах Шигонского района. Полюбился. Святая святых, где выпекают мучные шедевры – это предприятие «Колобок». Открылось оно 6 лет назад, и если на первых порах здешние мастерицы изготавливали смену всего 600 кирпичиков белого, то сейчас объемы выросли в разы. Расширился и ассортимент продукции. Ключевой принцип работы пекарни – никаких добавок, только натуральные ингредиенты. Плюс уникальная технология – опарный метод. У нас была основная цель для того, чтобы именно натуральную продукцию производить. На опарном методе, без всяких химических добавок, разрыхлителей и так далее. Что пользуется большим спросом в нашем районе. И несмотря на малое количество лет, это 6 лет мы присутствуем на рынке, объемы у нас довольно-таки сильно возросли на данный момент, особенно в летний период, когда мы обеспечиваем хлебом и пионерские лагеря, и больницы, и детские сады, ну и сеть магазинов Шугунского района. Мука, вода, дрожжи, соль и закваска – вот список того, что необходимо для процесса хлебопечения. На пекарни добавляют еще один и, пожалуй, основной ингредиент – любовь к делу. Здешние умелицы настолько прикипели к хлебопечению, что не позволяют себе прийти на работу в плохом настроении. Хлеб, говорят, отзывчив на подход и получается пышным, если мысли чисты. Кстати, раньше замешивание теста было настоящим таинством. Хозяйки на Руси готовили его вечером на реке и обязательно произносили заклинания. Современная кухня, конечно, лишена такой романтики, но и сейчас, если не вложишь душу, ничего не выйдет. С тестом надо нежно. Нежно, и он будет и подниматься побыстрее, и вот с любовью, потому что мы держим свою марку. Нет, натурально. И у нас мало осталось, что натурального, согласитесь. Пусть хлеб хоть будет натуральный. Пшеничный и ржаной хлеб, подовый царско-сельский, батоны и булочки этой пекарни раскупают не только в крупных селах, но и в отдаленных деревнях. Спрос на натуральную продукцию велик, поэтому предприятие задумало увеличить объемы производства. В ближайшее время намерены приобрести тесто-делительную машину и еще одну печь. Задача максимум – покорить рынок Сызрани и Тольятти. Рука об руку и душа в душу. Для кого-то эта фраза прозвучит как штамп, а для семьи Авдаян она отразит всю глубинную философию их хозяйства, где труд возведен в культ. Глава семейства Надир Хулиханович с женой и детьми приехал в Сызанский район в начале 90-х после военной службы. В поселке Новорепьевский на самой границе с Ульяновской областью работа для приезжих нашлась сразу. Он с котником, супруга-телятницей устроились в тогдашний колхоз. Через несколько лет маховик перемен докрутился до известных многим сельчанам событий. Колхоз рухнул. Подался Надир в дальнобойщики и крутил баранку, пока не появился шанс выкупить здание. Тогда на семейном дворе держали 20 голов скотинки. С ними и отправились в большое плавание. Сначала арендовал, потом они стали продавать. Я купил эти здания, начали оформить. Опять в долг брал денег, купил скот. До сих пор в этом цели расширяемся. Я глава КФХ. У меня три сыновья, жена, два дочки. С три сыновьями, с женой мы справляемся. Не хватая звезд с неба, рассчитывая только на себя, семья Авдаян первым делом привела помещение в божий вид. Поставили крышу, ворота, заменили полы и окна. Хотя и скот у фермеров неприхотливый, мясной породы. А все же приносить потомство буренкам и бычкам набирать вес лучше в комфортных условиях. Долгое время монополией на ферме обладали казахские блондинки. Недавно стадо разбавили геррифорды. Почти 70 голов приехали с племенным паспортом. Геррифорды – это мясная цель. Это очень хорошо растут, породистые. Но в Азовске белоголовье тоже не оступает. Но тоже хорошо. Но самое лучшее – геррифорды. Корма для своих мясных любимцев фермерам приходится закупать. Цепочка простая. Займ, покупка кормов, выращивание и реализация бычков, погашение займа. И все же прибыль и развитие есть. В хозяйстве на сегодняшний день содержится уже 500 голов. Один существенный минус – сплошной ручной труд. Механизировать заготовку и раздачу кормов всегда было пределом мечтаний семьи Авдаян. В прошлом году мечтания воплотились в реальность. Помогла победа Надира в областном конкурсе по программе «Начинающий фермер». Владельцу хозяйства выделили грант на покупку главного помощника – трактора с навесным оборудованием. Где сено возить, где фуражи, с заводов покупаем, возим. В основном я за рулем. Вот в поле соломы, сено прессовать, косить – это все на моих плечах лежит. Весь мой груз. Ну а так очень большая помощь. Что раздавать корма, нас вот в кун грузим, вилами раскидываем, отец ездит. Ну, очень помогает. Благодарим очень. Вот министерство за помощь нам отдали. Вот сельское хозяйство здесь у нас. Очень благодарны. Хозяйство сейчас превратилось в дом матери и ребенка. Более 20 буренок принесли крепких телят. Следить мамашам за здоровьем деток неустанно помогает супруга Надира. У меня клетка внутри фермы. Я их загоню клетки, ухаживаю 10 дней. И пущу другие телеца, их тоже туда. Вот и ухаживаю. В планах хозяйства построить современное родильное помещение и завести в этом году еще сотню племенных нетелей. В более далекой перспективе довести только маточное стадо до 500 голов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова